Всем привет! У меня достаточно много подписчиков, и они постоянно что-то мне пишут, комментируют. И так как эти подписчики находятся в разных местах совершенно, некоторые пишут мне прямо с Украины, очень часто меня обвиняют в том, чем я не являюсь, и в том, что я не делал. Кстати, вот простое обвинение, которое достаточно часто встречается, что ты русский, а вы русские, нацисты, фашисты. Я бы хотел попросить своих подписчиков, и о чем я хочу сегодня поговорить, это о точности в определениях. Когда люди называют кого-то нацистом или фашистом, они должны точно знать, что такое фашизм и что такое нацизм. Для этого надо разобраться в этих понятиях, и я попытаюсь это сделать в этом коротком ролике. Фашизм — это определение, которое появилось в 20-х годах прошлого века, появилось оно в Италии. В слатыни фацу — это пучок. И вот когда в Италии было не очень хорошо, образовались различные движения, и очень сильным было как раз вот это движение, которое возглавил Дуччи Бенито Муссолини. Эта идеология была взята из Древнего Рима. Взято были вот эти вот факельные шествия всевозможные, взято были вот эти вот создания вот этих отрядов штурмяков, вот это приветствие, которое, которым раньше, говорят, приветствовали императора, вот этот зиг. Муссолини сформировал новый тип государства, тоталитарного, с новой моделью власти и ее взаимоотношений с обществом. Государство, которое должно было присутствовать всегда, всюду и во всем. Лев Белоусов. Когда в Германии Гитлер пришел к власти, ему понравилось то, что делают итальянцы, и он очень многое от них перенял. Были взяты те же самые вот приветствия, были взяты те же самые факельные шествия, штурмовики. И в Германии это все получилось намного жестче. Если в Италии фацио вот это вот определялось понятием государства, то в Германии именно понятие нации стало доминировать. Нацизм использовал концепцию нордической расы и ее превосходство над всеми другими нациями. Проводил идею создания расового чистого государства и расширения жизненного пространства для немцев. Исповедовал пангерманизм и антисемитизм. Наука и общество. Нас в университете, конечно, в основном пичкали ленинской теорией. Но она тоже многими критикуется. Ленин, потому что его всегда вот это выносило в сторону критики капитализма, и поэтому он нации туда приплел. Но вообще, в принципе, как главным определением сейчас считается нация, что общность людей народ, по идее. Чем и является с латыни перевод слова нацию. Так вот, и фашизм, и нацизм, они имеют одну общую черту. А общая черта – это идея превосходства, которая привнесена, в общем-то, в здоровые, нормальные какие-то течения и установки. Ничего нет плохого в том, чтобы государство консолидировалось и преодолевало проблемы. Ничего нет плохого в том, чтобы государство начинает, скажем, национальную идею пестовать и выносить на флаги. Но моментально все это превращается в нечто отрицательное, как только добавляется изм. Потому что и фашизм, и нацизм, они декларируют идею превосходства. В Германии, по-немецки, это выглядит как Deutschland über alles, то есть Германия надо всем. «Аллис» – это понятие «всё», «Алли» – понятие «все». Поэтому «Алли» включается в понятие «Аллис» как часть целого. И, конечно же, если декларируется идея превосходства, то очень легко составить простую уравнение. Если мы самые великие, самые большие, то все остальные более мелкие, более незначительные и, в общем-то, не заслуживают того, чтобы мы относились к ним так же, как и к себе. Почему в России это невозможно? Никогда в России не декларировалось превосходство одних над другими. Скажем, в Советском Союзе, так же, как в Российской империи, все нации были равны, все национальности были равны, все этносы, все роды и так далее. В общем, в любом случае в России всегда декларировалась идея равенства. Россия борется с однополярным миром, Россия говорит о равных возможностях и равных правах всех государств. То есть в России продолжается вот эта вот традиция Российской империи и Советского Союза. Если раньше только Украина и Америка в основном были против, потому что именно они сейчас декларируют вот эту идею превосходства, американцы те кричат, что вот мы такие вот самые главные и готовы управлять всем миром. Ну и Украина, конечно, потому что когда они говорят, что Украина понад усе, это примерно то же самое, что и Deutschland über alles, только в украинском варианте. Но так как Америка давит на всех, то в 22-м году, в декабре, против резолюции проголосовало 52 страны. 105 были за, 15 воздержались. Так вот, даже те страны, которые обожглись когда-то на фашизме и нацизме, я имею в виду, скажем, Италия и Германия, они проголосовали против. То есть они допускают нацизм и фашизм у себя на своих территориях. Поэтому говорить сейчас о том, что русские фашисты или нацисты, абсолютно неправомочно. И я призываю всех, ребята, давайте будем точны в определениях. Давайте будем все-таки внимательнее относиться к формулировкам, будем пытливыми, любознательными, будем больше читать, знакомиться с материалами, а также подписываться на мой канал, смотреть мои ролики, комментировать и получать удовольствие от общения друг с другом. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому